У нас на связи Сергей Александрович Михеев. Серёж, добрый вечер, спасибо тебе большое. Серёж, ну ты это видел во многих странах, прям вот один и тот же сценарий. При этом, как всегда, правда показывает, вежливо говоря, половину, как всегда, полную правду и реальную картину показывать не хотят, но тут же появляются западники, которые объясняют, как должна действовать власть, и если она подчиняется, то получает под зад ногой. Какой твой прогноз, что будет дальше, устоит ли Лукашенко, что он делает правильно, что неправильно? Ну, во-первых, что касается этой самой оппозиции, у меня по этому поводу нет никаких иллюзий. Действительно, я таких людей видел много раз на постсоветском пространстве. Здесь абсолютно штампованные технологии применяются, да, всё очень понятно. Да, эти вещи отработаны, начиная от этих вот цветочков, от этих женщин, так сказать, да, полоумных там, ну и заканчивая откровенными бандитами, вот типа вот этой, вот, так сказать, метёлки, так сказать, да, с улицы, которая фактически действует там в рамках криминальных понятий, гасиментом. Вот. Эти люди всегда находятся в таких ситуациях, они друг друга поддерживают, и это координируется понятными технологиями. Здесь вообще никаких у меня совершенно там иллюзий, и вот сочувствий, соплей по поводу этих оппозиционеров у меня нет. Есть ли там обманутые? Есть, конечно, как они были и везде, но для меня удивительно то, что уже столько случаев вокруг той же самой Белоруссии, да, совершенно очевидных, которые, ну, можно было бы наблюдать, изучить, да, и понять. Нет никаких сомнений в том, что без поддержки России, на самом деле, стабильность Белоруссии, она была совершенно невозможна, да. И я считаю, что то, что Лукашенко пошел на, вот, скажем так, на сговор с определенными людьми в своем окружении, которые стали ему впаривать вот эту тему антироссийского и поиска поддержки на Западе, на Западе говорит о том, что он потерял политическое чутье, да, или борьба за власть, или конкуренция, так сказать, с Путиным, или, значит, какие-то другие соображения совершенно затмели, как бы, ему разум, и он просто потерял реальную, так сказать, картину происходящего. Потому что именно белорусские власти вот с этими людьми, которые сейчас на площади, заигрывали много лет. Они создавали условия для того, чтобы эти организации могли работать. Они создавали условия для того, чтобы эти организации поддерживали отношения с поляками. Они создавали условия для белорусских националистов в том числе, да, ровно по украинскому сценарию, да. А когда вот случилась вот эта вот история с задержанием наших этих чоповцев, да, которые тоже, конечно, там непонятно, зачем они там оказались, в том плане, что, ну, мы уже говорили, вот, в том числе на твоей передаче о том, что эти вещи надо ставить, так сказать, в рамки закона, тогда будет все нормально, да. Вот, когда он это сделал, он сам радикализовал ситуацию. Он сам подвесил себя в воздухе, потому что никаких симпатий у тех людей, которых он распустил за эти годы, вот этих активистов, он не приобрел. А вот у значительного количества большинства, которые на самом деле хорошо относятся к связям с Россией и понимают, что связь с Россией это крайне важно, он тоже потерял авторитет. И повис в воздухе через себя, объявив, что все это провокация западных спецслужб, обратившись фактически к помощи за Россией, внушает определенную позитивную надежду. Но, с другой стороны, такое впечатление, что Лукашенко теперь хочет переложить всю ответственность за эту ситуацию на Россию. Но, в принципе, возможно ли такой ход событий? Ну, возможно, например, на фоне более глубокой интеграции России и Беларуси. Давайте, так сказать, интегрируемся в единое государство, тогда будем говорить о том, что мы тоже несем ответственность за эту ситуацию, в том плане, что мы тоже хотим стабилизации и прочее. Мне кажется, что Лукашенко пока еще не понял всей серьезности ситуации. И, с одной стороны, он понял, что без России все равно никуда, и это уже хорошо. Отпустил наших парней, это тоже здорово. Все-таки все то, о чем мы говорили, в том числе на твоей передаче, на твоих эфирах, оно все-таки так и подтвердилось, по большому счету. Эти ребята не виноваты, это провокация. Мы здесь ни при чем, их надо отпустить, их отпустили. Но вот что дальше? Это вопрос. Тебе понравилась, какая началась истерика у Зеленского и у МИДа и прокурора Украины? Типа, а что же вы их отпустили-то? Зеленский, так ты же не признал выборы. Вот и отпустили. Ты решил, что дело сделано? Хрен тебе. Это лакмусовая бумажка, несомненно. Теперь вот, что касается того, что будет. У меня такое впечатление, что все-таки Лукашенко решил эти проблемы, значит, прикрыться вот тем, что вот смотрите, Путин с нами, так сказать, я с Путиным и так далее. Ну а почему же Александр Григорьевич об этом не помнил, когда задерживали 32 наших вот этих вот чоповца, да? Почему же тогда нельзя было поговорить с Владимиром Путиным, как бы, да, и решить все эти проблемы? Ну да ладно, как бы, да, вот эти вещи проехали, да? Теперь вопрос того все-таки, что будет дальше. Я не знаю, я, например, считаю, что, может быть, стоило бы даже подумать о том, я еще написал об этом у себя там в телеграм-канале «Железная логика», может быть, стоит подумать о том, что Владимир Владимирович мог бы, ну, обратиться к народу в Беларуси с каким-то содержательным посланием. Я не утверждаю, что это однозначное решение, но можно было бы по этому поводу подумать. Во-первых, ну, скажем, это было бы, мне кажется, хорошим стимулом для, если хотите, союзной интеграции, да? Во-вторых, мы бы показали свое отношение к происходящим событиям, да? Ну и, в-третьих, может быть, действительно это позволило бы отделить козлищ от этих самых, от овец, да? Потому что вот в этих вот толпах действительно большое количество просто обманутых людей, которые не понимают, куда их ведут. Их ведут через вот эти вот якобы, там, борьбу за свободные выборы и прочее-прочее, их ведут к разрыву отношений с Россией и к тому, что Беларусь будут использовать против России. Отделить их от тех, так сказать, кто реально является теми же самыми, как бы, активистами Майдана, какими они были на Украине, там, во всех этих прочих странах, да? Я понимаю, что это было бы обращение через годово Лукашенко, но после того, как Лукашенко позвонил Путину с пользой помощи, может быть, что-то подобное, так сказать, о чем-то подобном можно было подумать, да? Красивый день. Я считаю, что выход здесь будет только один. Действительно, в более тесных отношениях, да, между Россией и Беларусью. Потому что для меня вот важно, чтобы сейчас вот во всей этой вот, во всей этой ситуации мы бы не потеряли то, что исторически и геополитически важно. Вот этот вот феномен союзного государства, каким бы оно ни было, да, а что дальше с Лукашенко, а что дальше, так сказать, с этими событиями, здесь надо думать. Об этом надо необходимо думать. Здесь главное, так сказать, чтобы вот действительно отделить овец от козлища и понять, вот что нельзя выплеснуть, да, вместе со всей этой ситуацией, а от чего, несомненно, надо избавляться. Я бы здесь так сказал, что Лукашенко теперь, Лукашенко пытаясь в том числе часть ответственности предложить на нас, мне кажется, что он, возможно, как бы, ну и часть своих полномочий, да, должен тоже делегировать нам. Я этого тоже, так сказать, не исключаю. А почему бы и нет, в конце концов, да? Потому что вот так вот, если уж говорить так по гамбургскому счету, да, это было бы, на мой взгляд, ну, одним из вариантов развития событий. Сергей, блестящий анализ. Спасибо большое. Всегда рад, когда выходишь в эфир, всегда сжёшь и очень мудро, очень мудро. У меня, например, с Лукашенко, дорогие друзья, давайте покажем видео. Напомню, завтра в два часа собирается оппозиция, сегодня были большие похороны, а сегодня люди выходят к белорусскому телевидению, белотелерадиокомпании, и всё, что говорит Лукашенко, попадает мимо. Ну, вот посмотрите, я вам сейчас покажу массовый митинг вот у белотелерадиокомпании. Что послушайте, что кричат люди. Ну, то есть, честно, если говорят, они орут, что им не платят за эти акции, потому что, ну, совершенно неправильно, вот просто, совершенно неправильная идея, когда вот каждый выход Лукашенко – это какой-то минус, он так и не может понять, он не может найти правильную тональность, он ведёт себя, как обиженный какой-то мальчик, он вот кого-то защищает, с кем-то говорит, он вот абсолютно потерялся, а когда человек растерян, то начинают чувствовать его кровь, он как раненый зверь, уже его начинают загонять, каждое его слово разбирают на звуке и начинают уже его, а он вместо того, чтобы провести силу, волю, показать, что он хочет, он всё время как-то обижен, говорит, а вот давайте тем, которые выходят, значит, они не хотят работать, не будем им платить зарплату. Да людям сейчас пофигу зарплаты, они об этом не думают. Они уверены, что у них завтра всё будет хорошо, потому что сегодня плохо. Притом не плохо в материальном плане, нет, это другой вопрос, моральном. Потому что Лукашенко допустил несколько самых страшных ошибок. Момент один, когда ты жёстко разгоняешь тех, которые против тебя действуют противоправно и жёстко, мы показывали, когда ты защищаешь своих правоохранителей, когда, это всё могу понять, когда наезжают на твоих людей на машинах, их начинают бить, их начинают там ломать им конечности, и они там задерживают, один момент. Но когда ты несколько тысяч человек прогоняешь через пытки, то ты безумец. После этого ты уже ничего не объяснишь никому. Просто ты никому ничего после этого не объяснишь.